Всем привет! Спасибо, что смотрите мой канал. И сегодня мне бы хотелось ответить на вопрос моей подписчицы о том, жалеем ли мы, что переехали в Германию, и какое наше в целом впечатление о Германии. Если сказать одним словом, то жить в Германии нам нравится, и мы не жалеем, что сюда переехали. Несмотря на все сложности, которые у нас возникают, трудности, мы все-таки надеемся еще побороться за место под солнцем, надеемся, что все у нас получится. И мы, собственно, не рассчитывали, что, переехав сюда, все будет легко и как по маслу. Более того, скажу, что я не жалела о том, что мы сюда переехали, даже тогда, когда мы жили в Опера-Айфенберге. Нас посещали мыши, било током, жили мы на горе. Нет, мы не жалели. Все это бесценный опыт, который мы приобрели. Мы попробовали что-то новое, испытали себя, скажем, в экстремальных условиях. Почему нет? Все это жизненный опыт, который пошел нам в копилочку, так сказать. Что нам нравится в Германии? Не может не нравиться, конечно, та в социальном смысле подушка безопасности, которую обеспечивает государство для своих граждан. То, как мы приехали, мы здесь пока никто и ничто, я, например, языка вообще толком не знаю, и все вот мы переселенцы, нам предоставляют возможность пожить в лагере во Фридланде, потом обеспечивают квартиры, отправляют на курсы, дают деньги на питание. Притом питаться вы будете неплохо, мягко сказать, и вы сможете себе позволить не только купить еду, а что-то больше. Поэтому не может не радовать вот эта вот, как я говорю, подушка безопасности. Если вас вдруг увольняют с работы, вы не останетесь без жилья, без крыши над головой, без еды в холодильнике. То есть все это большой плюс. Конечно же, радует экология, которая в Германии есть, и о которой так немцы пекутся, потому что это сразу ощущается, когда вы приезжаете сюда. Я раньше никогда не была в Германии, поэтому вот мне это прям очень бросилось в глаза. Здесь, если идешь вдоль проезжей части, нет запаха выхлопа, потому что на машинах есть фильтры. Здесь много зеленых насаждений, парки, здесь довольно чисто. Я не могу сказать, что нет ни одного бычка, свинюшки везде найдутся, но все это убирается. Ездят машины, такие с щетками, чистят улицы. И вообще довольно, довольно чисто, я могу сказать. Немцы очень улыбчивые, очень отзывчивые. Если вы их спросите, как дойти куда-то, то они от вас уже не отстанут до тех пор, пока не поймут, что вы действительно поняли, куда идти. Не может не радовать возможность обучения и работы. Для меня это был очень важный фактор в пользу переезда, потому что у меня подрастает маленький сыночек. И как любой нормальный родитель, я ему желаю только лучшего. Я понимаю, что имея европейский диплом, многие двери перед ним будут раскрыты. То же самое касается меня. Я бы хотела подтвердить свой диплом, посмотрим, что у меня из этого получится. Для начала нужно еще язык выучить. И вообще государство дает возможность учиться, помогает, если что, с работой, подскажет, какая работа сейчас востребована. Вы можете положиться на государство полностью, я бы так могла сказать. Это все в пользу, говорит Германия. Здесь прекрасные продукты. Это тоже немаловажный фактор для меня, как для мамы с ребенком. Многие продукты с пометкой био, да, они стоят дороже, но немцы готовы за них переплачивать. Немцы готовы переплачивать за продукты, на которых есть пометка, что при их производстве или при их выращивании не было эксплуатации детского труда, или мало оплачивался чей-то труд, этого не было, да. То есть там как в Африке афроамериканцев заставляют там чуть ли не за бесплатно работать. То есть немцы очень человечные, они очень пекутся об окружающих, о себе, о своем здоровье. Уровень медицины тоже здесь. Я не могу сказать, что он на порядок выше. Тем более вот у меня муж врач, он мне говорит, что все, что делают в Европе, в принципе, могут сделать и в России. Но отношение к врачам, отношение вообще к профессии врача, для нашей семьи это тоже важно, потому что то неуважение, которое высказывают к врачам в России, оно просто поражает. Тем не менее, если что-то случается, люди все равно бегут к врачам, потому что без них, да, многих бы, может быть, уже и не было без них. Ну ладно, разговор не о врачах, а о Германии. И в принципе, в Германии чувствуешь себя более комфортно, что ли, более защищенно. Даже если вы посмотрите на улицу, то много бабушек, много дедушек гуляют вместе, много инвалидов. И очень прекрасные условия в Германии созданы именно для инвалидов, чтобы они могли максимально приближенно чувствовать себя полноценными людьми. У нас этого нет, увы. У нас бедные бабушки, дедушки сидят дома, считают каждую копеечку и, не знаю, изредка выбираются в магазины. Здесь дедульки-бабульки гуляют, разъезжают на хороших машинах, и это вообще не редкость. То есть, все это говорит в пользу лично для меня в Германии. Есть такие моменты, к которым нам, как русским, пришлось привыкать. К чему-то мы уже привыкли, к чему-то нет. Ну, конечно, это я уже видео снимала, сортировка мусора. Мы к этому не привыкли, мы привыкли все сбрасывать в один ящик. В выходные дни и праздники никакие продуктовые магазины не работают. Опять же могу сказать, в каждом правиле есть исключение. Даже в нашем маленьком городке есть магазинчик, у которого на дверях всегда висит, что вот накануне праздника они вывешивают объявление, что в такие-то часы в этот день мы будем работать. Или в такой-то выходной в такие-то часы мы будем работать. Но в целом, если вы понимаете, что в вашем холодильнике недостаточно продуктов, вам нужно будет обязательно закупиться накануне, перед праздником. И поэтому календарь праздничных, красных дней календаря вам обязательно нужно иметь под рукой, чтобы не попасть в просаг. Так, например, у нас была история, когда мы приехали к родственникам в гости и рассчитывали, что вернемся на день раньше, они нас оставили на подольше. И был как раз выходной день, а у нас не было подгузников для ребенка, потому что я взяла определенное количество даже запасов, но потратили мы их все. И что делать? Вот пришлось нашим родственникам бегать по знакомым и спрашивать, у кого есть, потому что ни в аптеках, нигде подгузники не продавали, только для взрослых. То есть к этому, да, к этому нужно привыкнуть. У нас много круглосуточных магазинов, какие-то онлайн-службы, куда вы звоните, все это работает, интернет-магазины можно заказывать и в выходной день, в любой день. У нас все всегда работают. Здесь нет, здесь люди больше думают о себе, и если это выходной, значит, они действительно отдыхают. Здесь также пришлось привыкать к тому, что в Германии очень все долго, все очень затянуто. Я до сих пор не получила вида на жительство. Мой муж довольно долго ждал получения паспорта. Ну, паспорт еще не так. А вот, допустим, со страховкой АУК, муха летает, видимо, экологии радуются. Значит, с медицинской страховкой вот этой АУК мы только недавно получили карточки. Я не знаю, если бы с нами что-то случилось, например, не дай бог. Как бы мы выкручивались в этой ситуации, тоже непонятно. Очень-очень все затянуто. Интернет мы ставили себе около месяца. Потому что пока вот мы сделали заявку, потом у нас дом старый, и здесь не было кабеля. Пока вот этот кабель сделали, потом пришел мастер, что там розетку должен был какую-то делать в подъезде. Потом пришел как раз человек от интернет-компании, что-то там поковырялся в розетке у нас дома. И пока вот вам пришлют Wi-Fi роутер, все это очень-очень долго. Немцы любят все усложнять, к этому тоже нужно привыкнуть. Мне кажется, что у нас в России все, наверное, проще. Здесь вот за что ни возьмись, будут прям пункты, и нужно это выполнить, и нужно подождать. Так, например, вот мы хотели, чтобы у нас еще не было дома интернета, хотели купить сим-карту для того, чтобы как бы оплатить, и был интернет на телефоне, в общем. Для того, чтобы сим-карта заработала, нам пришлось подождать две недели. Для этого нужно было зарегистрировать ее в интернете. Опять-таки, да, мы хотим интернет, но для того, чтобы он у нас был, нужно сим-карту зарегистрировать в интернете. Очень весело. Нужно было отослать им сканированную копию паспорта нашей карты. В общем, это, я не знаю, у нас купить сим-карту в России, да, чуть ли не в любом переходе. Подошел, купил, и даже паспорт можно не показывать. Здесь нет, здесь вот они все досконально, до всего докопаются. И еще к чему нужно привыкнуть, и привыкнуть сразу, это к тому, что обязательно проверяйте каждый день ваш почтовый ящик. В России мы не привыкли вообще заглядывать в почтовый ящик практически. Мы увидим там, извещение на квартплату пришло. Немцы очень любят писать письма. Даже вот если мы им пишем какой-то имейл, вопрос задаем, то через некоторое время получаем ответ в конверте. Очень они любят это дело, очень вот эта вот бумажная волокита им прямо, наверное, удовольствие доставляет. Еще что, к чему тоже пришлось привыкнуть, но из-за разницы во времени между Омском и Германией, нам это было не так сложно сделать. Разный ритм жизни дня и ночи. В России у нас в городе, по крайней мере, вся молодежь и вся движуха, так сказать, начинается ближе к вечеру. Все идут гулять в кафе, на дискотеке. И вот часов в 8-9 полно народу, в принципе, на улицах и в разных заведениях. Немцы часов в 8-9 потихонечку уходят к себе домой ложатся спать. Но зато они встают очень рано. Наши любят поспать подольше, а немцы наоборот. У нас вот под окнами прямо магазин. Он открывается в 7 утра, и вот в 7 утра начинают грохотать телегами вот этими магазинными разговоры под окнами, машины подъезжают и так далее. То есть почему нужно закупаться так рано, я тоже не знаю. Ну, вот так вот. Они ложатся рано и встают рано. У нас немножко иначе. Ну, это вот первые такие впечатления, которые я могу рассказать о Германии. То, что мне приходит на ум. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Вам видео было интересно. Всем спасибо за внимание. Всем пока.